Мои слушатели на программах MBA в каждой группе перед началом занятий очень просят уделить как можно больше времени именно маркетинговым технологиям на производстве, имея в виду технологии в секторе B2B. И действительно, публикации уж тем более специализированных маркетинговых программ по производственному маркетингу практически нет. Как, наверное, нет и самой цивилизованной системы промышленного маркетинга. Поэтому сегодня я решила поговорить именно о маркетинге в рамках производственного предприятия в нашем новом цикле программ на радиостанции Финам-ФМ «Маркетинговая среда». В студии Наталья Самойлова. Доброе утро. И в качестве гостя программы я выбрала сегодня консультанта, который имеет не только больше всего публикации на эту тему, но и написал книгу «Промышленный маркетинг». В нашей студии Леонид Иванов. Леонид, доброе утро. Спасибо, что пришли. Спасибо и вам, что позвали. Здравствуйте. И сначала давайте познакомим наших радиослушателей с вашими достижениями на этом поприще. Итак, Леонид, давайте, если позвольте, начнем с короткого блиц-опроса. Условия следующие. Я буду задавать вопрос на этом этапе нашей программы. Я вас очень попрошу отвечать только «да» или «нет». Более расширенные ответы мы с вами, надеюсь, достигнем их в будущем. Итак, промышленный маркетинг — это хромой маркетинг, то есть просто обрезанный массовый маркетинг? Да. Промышленный маркетинг — это всегда рынок только B2B? Да. В промышленном маркетинге маркетолог отвечает или должен отвечать за эффективность продаж? Да. Технологии промышленного маркетинга и маркетинга на рынке B2C очень похожи? Нет. В промышленном маркетинге важнее всего административный ресурс, а иные инструменты, такие как прямая реклама, BTL-технологии, PR, не работают? Нет. При промышленном маркетинге система откатов является обязательным условием успешного ведения бизнеса? Нет. В промышленном маркетинге большинство маркетинговых решений интуитивны? Нет. В производственном маркетинге это всегда конфликт между производственником и маркетологом? Нет. Итак, спасибо большое за ваши ответы. Давайте в первом блоке мы с вами поговорим о понятиях и функциях маркетинга. Итак, я вас спросила, промышленный маркетинг это хромой маркетинг? И вы сказали... Да. Так что же такое промышленный маркетинг и почему он у нас настолько хромает? Дело в том, что он хромает на две ноги. Вот здесь надо сказать и о первой ноге, и о другой ноге, и о второй ноге. Значит, первая проблема общая. Дело в том, что вообще надо сказать, что маркетологи боятся промышленного маркетинга. Вот надо сказать, что и книг мало написано, да, и людей, в общем-то, которые этим занимаются довольно мало, не только в России, а по миру вообще. А именно из-за вот этой, я могу сказать такое слово, может быть, не очень хорошее, зато очень точное, кастрированность такой. Это слово звучит у нас уже вторую программу в отношении маркетинга. Да. Так вот, значит, есть вот такая ситуация, и там не развернуться. Там вот хочешь там какую-нибудь там большую рекламную кампанию, а это не нужно совершенно. Хочешь там какой-нибудь там бетель, а это совершенно не нужно там. И вот маркетологи там сидят, значит, и мучаются. У них достаточно жесткая система работы, и так как-то скучновато получается, нетворческие. Ну и как-то вот, понимаете, у нас есть очень много маркетологов, которые пришли из каких-то творческих побуждений в маркетинг. И рекламистов очень много пришедших в маркетинг. Вот, и им как-то там не весело получается. Вот это такая первая хромость такая нашего маркетинга. Вот вторая хромость нашего маркетинга заключается в том, что промышленного маркетинга заключается в том, что в России до сих пор не очень хорошо поняли вообще, нужен ли он. Есть совершенно четкая система откатов. Раз. А есть совершенно четкая система тендеров. Два. Тендеры в кавычках порой. Ну, понятно, что у нас только откаты не в кавычках. У нас тендеры в кавычках, естественно, конечно. Вот. И вот ко мне подходит и говорит, вы знаете, мы участвуем в тендере, вот скажите, пожалуйста, а вот там где маркетинг? Я говорю, там нет маркетинга. Что такое маркетинг вообще? Если переводить, самый простой перевод маркетинга, который только может быть, да, это работа на рынке. То есть там должен быть рынок. А рынок, это значит, когда есть несколько покупателей, несколько продавцов. Между продавцами есть конкуренция. А когда тендер, там совершенно другие условия. Там нет рынка самого. Вот. Поэтому, естественно, там не может быть маркетинга. Из-за этого получается вот такая хромая утка на обе ноги. И в результате, в результате мы находимся в таком заколдованном кругу. С одной стороны, вот такая ситуация, которую я описал, а с другой стороны, вот маркетологи смотрят на эту ситуацию и говорят, да ну еще заниматься этим, ерунда какая. А каковы тогда основные задачи маркетинга на производстве? Они, в общем-то, на самом-то деле, они такие же точно, как и в любом другом вообще месте и рынка. Совершенно одинаковые задачи. Ну, например? Ну, давайте говорить, значит, от печки танцевать, да, значит, вот есть предприятие капиталистическое, да, оно создано для извлечения прибыли. А когда оно будет извлекать прибыль? Если это нормальный капитализм, ну, хоть какой-то нормальный капитализм, да, это значит, оно будет извлекать прибыль, если оно победит в конкурентной борьбе. А как оно победит в конкурентной борьбе? Значит, должно быть какое-то конкурентное преимущество, да. Откуда оно возьмет это конкурентное преимущество? И здесь возникает правило всех маркетологов мира, что все решения маркетолог берет с рынка. И вот тогда получается ясная, совершенно точная деятельность любого маркетолога на любом рынке, будь то это рынок B2B, будь то это рынок B2C. А вот промышленный маркетинг, который относится к рынку B2B, но весь его не покрывает, это определенная часть. Да, там то же самое совершенно, там берешь рынок и начинаешь смотреть на него, да, смотреть на него с помощью кабинетных исследований, с помощью маркетинговых исследований. Ох, как не любят это слово, маркетинговые исследования сейчас страшно вообще. Порой заслуженно. Ну нет, ну заслуженно, понятно, но проблема заключается не в том, потому что нельзя с водой выплескивать ребенка, значит, не любят, потому что они ничего не дают. Ребят, давайте посмотрим методологию сначала, по которой вы это делали. Или целеполагание. Целеполагание, естественно, вот, и окажется, что ни того, ни другого нет, а что же вы хотели, да, вот такая старая песня, значит, а что же вы хотели за 30 копеек всего, понимаете? Так правило брендинг. Вот, и, значит, вот и все. И, получается, нужно исследовать рынок, точно так же, как это делается на рынке B2C, немножко, может быть, другими методами, немножко, может быть, по-другому, с другой стороны исходить. Это другой вопрос, но это нужно исследовать. Значит, получается, исследовательская функция есть? Есть. Дальше начинается работа с комплексом маркетинга. Мы исследовали, получили кучу интересных результатов, поняли, в чем конкурентная преимущество. Теперь надо сделать обратный ход. Это конкурентное преимущество надо показать потребителям. Включается комплекс маркетинга, включаются, значит, сами конкурентные преимущества, ценообразование, маркетинговые коммуникации, работа в каналах сбыток. Вот эти самые 4 B, о которых все все время говорят. Все это есть в промышленном маркетинге, обязательно есть все это. То есть, с вашей точки зрения, маркетолог на предприятии в обязательном порядке должен участвовать в разработке продукта, в его ценообразовании, в разработке, ну, как минимум, маркетингового аргументария для работы с дистрибуторами? Из-за продвижения или нет? Нет, давайте говорить немножко не так. Значит, давайте говорить так. Маркетинговый отдел на предприятии должен всем этим заниматься. То, что у нас один несчастный коллега занимается всем этим вместе, это, вообще-то говоря, безобразие. Потому что, понимаете, вот то, что он и жнец, и швец, и надуде, и грец, это, конечно, очень хорошо, что он это все умеет. Но я не верю в универсальность специалиста по маркетингу. У него обязательно есть где-то дыра, это совершенно точно. Это, кстати, между прочим, вот посмотрите, известная штука, это вот рекламное агентство полного цикла. Не бывает. Совершенно верно, не бывает. И вот все эти рекламные агентства, которые заявляют себя полного цикла, они на самом деле имеют где-то дыру. Ну, либо это конгломерат партнерских агентств. Да, совершенно верно. Вот, то же самое получается здесь. Значит, один этот, а, к маркетингу отношение насторожное. Брать маркетинговые отделы, это вроде очень накладно. Там ведь, понимаете, в чем дело, возникает все время одна и та же история, к которой мы должны обязательно с вами прийти. Это история про то, как вычислить отдачу от инвестиций в маркетинг. Вот, и вот поскольку у нас этого, в общем, делать практически никто не умеет, возникает такая ситуация, что маркетинг относится к издержкам. И чтобы эти издержки уменьшить, нанимают одного человека. И этот один человек, который еще, ко всему прочему, не научен обычно еще одной очень важной вещи, менеджменту, целеполаганию и, самое главное, элементарной системе управления собственным временем, и при этом у него существует боязнь, что его просто уволят, и он находится в жутком цейтноте все время, он составляет какие-то планы, которые совершенно невозможно выполнить одним человеком, у него ничего не получается, и в конечном счете руководитель убеждается в том, что маркетинг — это полная ерунда, и делать это не нужно. Согласна с вами. Вот я вас в лицопросе спросила, промышленный маркетинг — это всегда рынок B2B? И вы согласились, если я правильно понимаю? — Ну да. — Скажите, а вот относительно рынка B2B, вот исследовательская составляющая в промышленном маркетинге, она нужна? То есть какие именно исследования необходимы для промышленного маркетинга, особенно когда емкость рынка там составляет несколько предприятий всего, а конкуренция довольно широкая? — Ой, вы знаете, это очень интересный вопрос, и самое главное, что заходить надо там совершенно с другой стороны. А вот здесь мы пишем, значит, то есть здесь, по-видимому, может быть, что-то будут вырезать, то есть не будут вырезать. Нет, я не имею в виду какая-то там, значит, составляющая, а я имею в виду, что я могу сейчас длинно начать рассказывать. — Нет, лучше покороче, поскольку мы в режиме реального времени. — Да, хорошо. Значит, сейчас я попробую объяснить. А вот для этого надо представить стандартный канал сбыта. Вот стандартный канал сбыта состоит из трех составляющих. Это, первое, производитель. Он что-то производит. Он отдает это что-то посреднику. Посредников может быть много. В конце существует очень интересный человек. Этот человек называется конечный потребитель. Вот по Котлеру конечный потребитель — это физическое лицо, которое покупает наличные деньги, товары или услугу для удовлетворения личных потребностей. Он поэтому конечный, там нет ничего дальше за ним. И вот, значит, типичная ошибка маркетолога сферы B2B вообще, промышленного маркетинга в частности, она заключается как раз в том, что он этого конечного потребителя просто не видит. И он смотрит на канал сбыта следующим образом. У меня есть сосед слева, и у меня есть сосед справа. Это мой канал сбыта. Все. И они ведь говорят даже, что про конечного потребителя совершенно не так. Они даже определение этого неправильно используют. Например, домостроительный комбинат. Они говорят, у нас конечный потребитель — это строительная организация. Ну как это может быть строительная организация, когда это человек, покупающий квартиру, у тебя конечный потребитель. И вот тут получается взять того же самого Котлера, открыть. Надо просто взять, вернуться к истокам, открыть Котлер, основы маркетинга. И он пишет, великолепный совершенно пример. Он говорит, представьте себе, что вы производите оснастку для производства обуви. То есть вот типичный промышленный рынок совершенно. Сейчас в моде тупоносые ботинки вы производите оснастку. Значит, мода прошла. Стали остроносые ботинки. Вот тупоносые ботинки, они будут еще очень долго продаваться на рынке, но оснастку для их производства уже никто не купит. То есть, понимаете, проблема маркетолога рынка B2B заключается в том, что у него вообще B2B в промышленной частности заключается в том, что у него всегда два рынка. Эти два рынка требуют очень серьезного наблюдения. Он даже товарное портфолио пишет дважды из-за этого, потому что у него эти два рынка. Первый рынок, это рынок его непосредственных покупателей, вот с которыми он привык и которые он считает рынком. Ну, то есть, та часть, которая называется трейд-маркетингом. Да, то есть, значит, вот есть я, и вот есть кто-то у меня покупает. Вот между нами существует определенное отношение. Вот что у них там происходит, вот это исследуется. Как это исследуется? Это вопрос, в общем-то, кстати, не такой-то сложный, потому что набор под названием виды маркетинговых исследований, он не меняется совершенно от того, что это B2B или B2C. Вот, просто опять идет некое, извините, изображение кастрации, заключающееся в том, что, например, на рынке B2B не делаются фокус-группы, например. Но это не значит, что там нельзя сделать качественное исследование. Берется просто другой способ. Ну, например, так называемое глубинное интервью, пожалуйста. Вот, значит, что... Либо кабинетное исследование по мониторингу окружающей среды. Совершенно верно. Причем, этот мониторинг может быть самой разнообразной. Вот я, например, учу людей самостоятельно делать мониторинг с помощью открытой информации, у них очень здорово получается. Может быть, как-нибудь расскажу потом, что это такое. Но вопрос не в этом. Значит, вопрос немножко в другом. Дальше, значит, что получается. Вот эту часть он хорошо знает. И он худо-бедно там что-то делает. А там есть вторая часть. Вторая часть, от которой все зависит. Возьмем, опять же, того же Котлера, открываем. Значит, отличие рынка B2B от рынка B2C. И у него, значит, списочек. И в этом списочке написано вторичность рынка B2B. То есть, проблема заключается в том, что деньги все идут от конечного потребителя. И они попадают в канал сбыта только от конечного потребителя. Если это канал сбыта рыночный, если он какой-то другой, то там, конечно, все по-другому. Но если канал сбыта рыночный, то деньги идут от конечного потребителя. Если он перестает давать, канал сбыта перестает работать. — Означает ли это, что маркетинговое подразделение на предприятии всегда должно работать в двух направлениях, на конечного потребителя и на трейд-маркетинг, и в связи с этим всегда нести двойные бюджетные издержки? — Да. Но я бы не сказал... Нет, здесь нельзя сказать так. У нас не блиц-опрос, я могу это расширить. Да, но, что имеется в виду? По первой части согласен. То есть всегда два рынка. И наблюдение за конечным потребителем, причем интересная очень ситуация, в общем-то это легко достаточно объяснить. Чем дальше маркетолог находится от конечного потребителя, чем больше у него, перед ним стоят еще какие-то организации в очередь к этому конечному потребителю, тем он пристальнее должен вглядываться в этого конечного потребителя. Потому что тем быстрее меняется спрос у него и жестче меняется спрос на его рынке. Поэтому он, конечно, все время обязан за этим, конечно, потребителем следить. Но значит ли это, что на рынке B2B, на промышленном рынке, значит, все время должны идти какие-то два... — Ну, две бюджетных линии, да? — Две бюджетных линии. Вот это на это, вот это на это. То есть надо ли все время, чтобы это было два проекта? Нет, совершенно не нужно. Для этого существует, в общем, возможность делать кабинетные исследования определенным образом, которые и эту сторону покажут, и ту сторону покажут. А самое главное, что наиболее интересные конкурентные преимущества, которые возникают на рынке промышленном, они как раз связаны с тем, что вот эти конкурентные преимущества пересекаются рынок B2B и рынок B2C. И вот там возникают чрезвычайно интересные вещи. А если потом будет нужда, я потом об этом расскажу. — Мы постараемся об этом поговорить. Сейчас спасибо большое за полный ответ. Мы уйдем на рекламу, а в следующем блоке мы поговорим на тему маркетолог и производства. Доброе утро. Вы слушаете программу «Маркетинговая среда» на Финам.ФМ. И в студии у нас сегодня в качестве гостя Леонид Иванов, преподаватель, бизнес-консультант, генеральный директор консалтинговой компании «Иванов и партнеры». Доброе утро, Леонид, еще раз. Спасибо, что пришли. Я в этом блоке хотела бы поговорить на тему маркетолога и производства. Наверное, одна из самых больших, таких ключевых проблем в теме производственного маркетинга. И в Блицопросе вначале я вас спросила, в промышленном маркетинге маркетолог отвечает за эффективность продаж? И вы ответили, что однозначно да. Так вот, в большинстве, из моего опыта, в большинстве производственных компаний позиции маркетолог, а тем более уж маркетинговое подразделение, просто отсутствуют как класс. По вашему мнению, вот мы уже говорили частично, с чем это связано и чем это грозит промышленному предприятию? Потому что в последнее время у нас каждый руководитель, он сам себе маркетолог. Лучше его в маркетинге не разбирается никто. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну, то есть вы считаете, что это тенденции рисковые для бизнеса производственного или нет? Вы знаете, вы мне так много вопросов задали, что я даже не знаю, с которого лучше начинать. Очень интересные вопросы. Значит, любого, главное, коротко. Так, ну, не так просто, значит, потянуть за какую ниточку, так, чтобы это все растянуло. Значит, ситуация-то вот в чем. Значит, первое. Существует проблема образования у нас в России, проблема высшего образования вообще. Вот. И в частности эта проблема заключается в том, что те люди, которые преподают прикладные дисциплины, в частности маркетинг, они сами, на первом высшем, они сами руками никогда этого не делали. И то, что они преподают, теоретически верно, но практически зачастую совершенно бессмысленно и неприменимо. И человек выходит с высшим профессиональным образованием, и начинается старая история, описанная еще, значит, Райкиным. Забудьте институт, как страшный сон. Да? Но, с другой стороны, маркетолог-выпускник, это не совсем маркетолог. Маркетолог должен иметь за плечами некое брендовое кладбище, потому что иначе он не имеет права на жить. Для того, чтобы он имел за плечами брендовое кладбище... Должны пройти годы, как минимум. Да, то есть, значит... И хорошо забыть все то, что ему преподавали. То есть, то он съест, но кто же ему даст. Вот, значит, да. Но здесь вот одна проблема, понимаете? То есть, во-первых, на промышленных предприятиях очень часто стараются сэкономить на маркетологах. И берут как раз людей без практических навыков. Они стоят дешевле. Вы думаете, причина только в том, что дешевле, а не в том, что не видят ценности? Нет, понимаете? Вот это две стороны одной и той же медали. То есть, вроде не очень понятно, чего от него ждать, и вообще, будет ли там деньги какие-то от него, он будет ли отбивать собственную зарплату, возьмем, как пока на пробу, что-нибудь такое попроще. Вот человек закончил маркетинговое отделение какого-нибудь там вуза, совершенно причем неважно какого, что интересно. Вот. И попробуем посмотреть, что из этого получается. Получается обычно плохо очень. А вот какие опасности в том, что это плохо получается для предприятия? Рынок-то уже не настолько растущий, как был, потребление снизилось. Опасности, значит, дальше получается, сейчас я попробую это объяснить в развитии, сейчас вы это увидите. Значит, дальше, ну, насколько хватает терпения генерального директора. Значит, он увольняет первого, берет второго. Второй показывает точно такие же результаты, он увольняет второго, берет третьего. Причем и первый, второй и третий, они совершенно одинаковые. То есть, по экспириенсу, по, значит, тому, что они знают и что они умеют. В общем, после третьего обычно руководитель убеждается, что, в общем, все это уже никому не нужно. Но себя никогда не винит в том, что вот эти вот расстрельные маркетологи меняются друг за другом без особых изменений? Нет, ну, конечно. Вообще, надо сказать, что если человек умеет винить себя самого правильно, он называется святой. Понимаете? Я знаю пару таких святых на земле. Вот, ну, значит, это святой человек. Вот, потому что человек просто не склонен винить. Кстати, между прочим, это одна из парадигм современного менеджмента, да, что ни в коем случае никогда никого не ругать, потому что бесполезно совершенно. Человек не склонен винить себя ни в чем совершенно. Вот. И после третьего маркетолога обычно руководитель ломается и говорит, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Он начинает читать маркетинговые книжки и становится директором по маркетингу, сам по себе. Таким, значит, вялотекущим. Вот. Или другая крайность. Маркетинг умер, маркетинга больше нет, уходим в административные ресурсы. Да. И второй вариант, вы совершенно правы, значит, действительно, просто на это все, значит, машется рукой и, говорится, все это никому не нужно. И действительно, мы будем продавать. Там очень простые две схемы. Первая, это, значит, вот вы говорите, административный ресурс. А вторая, всем известная схема, делаем так, чтобы у нас было самое дешевое на рынке. Посчитав цены образования на коленке. Ну, естественно, потому что, опять же, это же тоже наука, этим тоже надо владеть. Естественно, никто этим не владеет. Ну, вот, значит, ведь громадное количество выпускает людей, которые называются финансовый директор. Попробуйте, я вот, как консультант знаю, просто я периодически делаю такие вещи, как обследование менеджмента на предприятии. Вот у меня есть такая, значит, вещь. И редко кого из финансового директора вытащишь, например, скажи, пожалуйста, а как ты управляешь себестоимостью продукции? А как ты управляешь прибылью продукции? Он просто не знает эти вещи. Он вообще не финансовый директор, он главный бухгалтер. Тогда в преломлении данной темы, вот если коротко, какие вы можете дать очень короткие, прям тезисные, может быть, три рекомендации владельцам или топ-менеджерам производственных компаний, каким образом выстроить работу маркетингового подразделения так, чтобы это было действительно эффективно для производства, а не процедура постоянной кастрации, наше с вами уже любимое слово, в рамках маркетинговых технологий? Вот прям тезисы. Ну, значит, первое. Для того, чтобы работа хорошо была исполнена, на нее нужно отдельного человека. Раз. То есть, никакие разговоры о том, что у нас директор умеет все, и он и финансовый директор, и маркетинговый директор, и в логистике разбирается, и вообще, и так далее, и так далее, вот, значит, драм-кружок-кружок по фото, мне еще и петь охота. Это все ерунда. Значит, первое. Если вы хотите, чтобы у вас был нормальный маркетинг, вы открываете маркетинговый отдел. Первое. Да. Причем там может быть даже для начала один человек. Дальше. Второе. Этот человек должен иметь практический опыт. Сколько рекомендуем? Дальше. Ну, хотя бы год. Обязательно в сфере B2B. Причем, очень желательно, чтобы в сфере B2B. Вот. Два. Значит, причем, причем, приготовьтесь, уважаемые руководители, к тому, что у него есть свое отличное от вашего мнения. И он это мнение будет доказывать. Три. Значит, три. Требуйте, чтобы этот человек сразу же написал три документа, без которых немыслима работа никакого нормального отдела. Первое. Это план до конца текущего периода. Второе. Бюджет к этому плану. В плане написано цели, результаты. Да? И третье. Положение о своей службе, где будет расписано, чем занимается он, чем будут заниматься те люди, которые придут к нему, если это нужно, как он соотносится со всеми остальными сотрудниками вашего предприятия, что они ему должны, что он им должен и так далее. Все это обязательно в первые же дни делается, и тогда вы начинаете работать, говорить с ним на одном языке. То есть, иными словами, нужно сформулировать некий документ, в котором будет общая договоренность по видению той конечной точки, к которому должны прийти топ-менеджер, руководитель производства и маркетолог через какой-то период. Да. Но мы с вами не закончили ответ на вопрос, который вы мне задали с самого начала. Вот отвечает, я ответил да. Отвечает. Но. Да. Здесь надо сказать да. Но. Почему? Давайте возьмем, откроем любой зарубежный учебник по маркетингу. И откроем его, значит, откроем главу, значит, состав маркетинговой службы. И мы увидим, что там есть отдел сбыта. Отдел сбыта — это часть маркетинговой службы. Вот в этом случае директор по маркетингу отвечает за результат сбытовой деятельности предприятия. А что делать в том случае, если зачастую, как в компаниях, наоборот, маркетолог или маркетинговое подразделение находится в подчинении у отдела сбыта? Ну, в таком случае, пускай руководитель отдела сбыта и отвечает. Существует один из базисных законов менеджмента, который гласит, менеджер отвечает только за то, чем управляет. Отлично. А вот скажите, мы говорили частично уже, маркетолог на производстве должен принимать участие в разработке продукта и его диверсификации. Ведь это немножко сложнее, чем в секторе B2C. Есть производственный процесс, да, есть какие-то там сложные страшные машины, есть определенные технологии. Вот маркетолог должен на производстве браться за изменение продукта? Вообще, вы знаете, вот существует хорошая традиция у некоторых маркетологов на рынке промышленном. Вот, например, у фармацевтов. Вот я работал с многими фармацевтическими компаниями, и там, значит, весь маркетинговый отдел имеет два образования. Вот одно образование маркетинговое, а второе фармацевтическое или медицинское. Ну, вы знаете, я зачастую в проектах сталкиваюсь с тем, что как только начинаешь работать с производственной компанией, и там производственники, то, как правило, топ-менеджмент намного больше возбуждается, их намного больше интересует разговор, как положить шовчики, нежели что делать потом со сбытом. Ну, я с вами согласен. Вот в случае двух образований не поглотит ли технолог маркетолога? Нет, не поглощает. Здесь всё нормально. Просто, понимаете, дело в том, что, с одной стороны, маркетинг – это отдельная профессия. Вот. С другой стороны, вот возьмём меня, да, значит, у меня смешанное образование. У меня первое образование техническое. Я закончил Московский автомеханический институт по специальности металлорежущие станки и инструменты. Это даже звучит страшно. Вот. Да. Но вот результат я как раз и являюсь ведущим специалистом в области промышленного маркетинга в России, потому что я понимаю, что это за железки. И когда я начинаю с людьми разговаривать, они со мной совершенно по-другому разговаривают, потому что они видят, что я понимаю, что такое делото трёхшарошечное. Понимаете? Вот. И им становится как-то легче или радостнее. Хорошо, что у нас не видеоизображение, потому что я побелела, и этого не видно от слова «долоту» и ещё то, что я не выговорю. Так вот в данном случае, понимаете, вам-то проще, потому что вы сами с собой смогли договориться в рамках этих двух образований. Но в производственном процессе, опять же, как показывает практика, вот этот вот конфликт между маркетологом и производственником, он неизбежен? Кто в приоритете должен быть в промышленном маркетинге? В приоритете маркетолог, конечно, должен быть. Но опять, давайте вернёмся к истокам. Давайте откроем любой учебник по маркетингу, раздел «Состав маркетинговой службы», и вы увидите, что справа там есть служба сбыта, а слева там есть неокр. Вот. И это опять то, чего нет у нас в России. У нас неокр — это отдельно стоящее заведение, которое, в общем, существует как-то независимо от всего, кроме воли директора. Но при этом о нём очень часто, вот об этом странном неокр, говорят с экраном телевизоров очень высокие чины. И ощущение, что он есть. Нет, ну и есть. Всё это замечательно. И самое главное, что, понимаете, периодически из недр неокра подымается нечто чрезвычайно интересное, но, к сожалению, рынку совершенно ненужное. Живём сегодняшним днём по этому принципу? Нет, не поэтому. Просто потому, что вот эти специалисты в области научно-исследовательских и конструкторских разработок, они не маркетологи. И они делают что-то, ну, вот я вам расскажу очень простой пример. Значит, когда компания Apple выдала на рынок свой новый ноутбук MacBook Air, они его позиционировали как самый тонкий и лёгкий ноутбук в своём классе. И тут же выступила компания Sony, которая сказала, что это неправда. Они два года назад такой же точно ноутбук сделали. И они даже его показали. Но он не пошёл. Причина? Да. Причина? Неокра обогнал маркетинг. Понимаете? То есть они сделали классной совершенно, с нашей точки зрения, сегодняшний день, машинку. То есть только она не серебристая была, а чёрная, тоненькая, красивая, обалденная. Но тогда вопрос красоты, изящности, веса, толщины не стоял. А стоял вопрос. Мегагерцы, харддиски, объём оперативной памяти и так далее. То есть они обогнали своё время. Вот очень часто бывает с неокром именно вот это. Поэтому существует положение о маркетинговой службе, в котором написано, мы с неокром действуем следующим образом. Они нам вот это, а мы вот это. И тогда всё получается хорошо, они нормально живут. Отлично. Ну вот вы приводили примеры всё-таки в данном кейсе. Это западные компании. Давайте всё-таки вернёмся поближе к нам. Я задавала вам этот вопрос в лице, но хотела бы сейчас уточнить. Я спрашивала, в промышленном маркетинге важнее всего административный ресурс всё-таки, а иные инструменты, такие как прямая реклама, называемая ATL-технологиями, BTL-технологии и PR, в принципе не работают. То есть только административный, только government relations. И это мнение очень часто слышу. Нет. Значит, давайте говорить так. Как только начинается вот этот самый government relations, там маркетинг заканчивается сразу. Это специфика России или в Европе всё-таки немножко иначе? Нет, это всё само собой разумеется. Просто надо договориться об очень простой вещи. Вот есть рынок или нет? То есть как только включается административный ресурс, он подминает рынок моментально. И как только он подминает рынок, сразу заканчивается маркетинг. Вот это всё. Но при этом, если бы у нас сейчас в студии присутствовали кроме нас с вами ещё представители производственных компаний, я думаю, что они сейчас бы подхватили очень активно песню, что и бог с ним тогда с маркетингом, но административный ресурс позволяет нам делать продажи и держать их хоть на каком-то уровне. Ну, ради бога. Отличный ответ, скажите, тогда. Нет, ну вы понимаете, в чём дело. Дело в том, что вот у меня, значит, я уйду немножко в другую тему, но это будет для нас важно, потому что я потом к этому ещё вернусь. Вот если говорить о свойствах товара, они разделяются на субъективные и объективные. Вот есть объективные свойства, ну вот эта вода, которую я пью, она не газированная, например, это её объективные свойства. Вот я её выпил и сказал, вода вкусная, вот это её субъективное свойство. То есть вот мне кажется, что это вода вкусная. Так вот, значит, по всяким причинам на сегодняшний день маркетинг работает в основном выбирая конкурентные преимущества субъективных свойств. То есть придумывает их просто? Зачастую даже придумывает, зачастую это получается немножко по-другому. В промышленном маркетинге там немножко другая песня, если хотите, мы об этом поговорим. Вот, но, значит, проблема в другом. Очень часто ко мне маркетологи приходят, вот после того, как я читаю какие-то семинары, рассказываю про объективные, про субъективные свойства, про то, как там надо искать конкурентные преимущества, говорят, у меня есть шикарное объективное свойство, мы лучше всех в мире делаем вот это. Если это требуется рынку, значит, строй на этом свою маркетинговую политику. Если у тебя есть вот такой административный ресурс, пользуйся, но тогда забудь о маркетинге. Означает ли это, что административный ресурс, которым пользуется производственный маркетинг, он может гарантировать продажи, ну, если он гарантирует их, только здесь и сейчас? Ни о каком стратегическом планировании маркетинга и об эффективном маркетинге мы говорить не имеем возможности. Да, конечно, он сегодня есть, а что нет? Спасибо большое, мы продолжим после рекламы и в следующем блоке поговорим об эффективности промышленного маркетинга, также в преломлении административных ресурсов и технологии откатингов. Доброе утро, в эфире программа «Маркетинговая среда». В студии у нас гость Леонид Иванов, преподаватель, бизнес-консультант, генеральный директор консалтинговой компании «Иванов и партнеры». Здравствуйте, еще раз. И мы с вами остановились в прошлом блоке на влиянии административного ресурса на производственный маркетинг. В этом блоке я бы хотела поговорить об эффективности промышленного маркетинга, наверное, тема наиболее больная. Так вот, откатинг — это маркетинговая технология промышленного маркетинга на сегодняшний момент. Или, возможно, иные эффективные варианты без этой привычной для российского рынка процедуры? Про откатинг я даже говорить не хочу. Я вас понимаю, вас не спрашивают на занятиях, а расскажите, как это реализовать. Я говорю, вы знаете, я, честно говоря, взятки давать не умею, вот, и их не беру. И я православный христианин, и я считаю, что это грех. Поэтому разговор на этом, как бы, я с ними заканчиваю. Вот. С другой стороны, я могу вам сказать так. У нас существует, и это признает даже наши руководители, существует совершенно гигантская, многосотнелетняя традиция откатов, которые совершенно невозможно перебить. Поэтому я говорю так, давайте вот вынесем это за скобки. Это есть. Тогда короткий, вот ваше мнение, он лубит бизнес? Вы знаете... Или он дает выживать сейчас после кризиса многим компаниям? Я бы не так сказал. Дело в том, что, значит, вот была хорошая пословица у, значит, во времена еще Ивана Грозного, у тех чиновников, которые отправляли на кормление. Разберем, разберем. Вот. То есть, значит, сейчас система откатов выглядит следующим образом. Без отката просто тебя не слушают и не слышат. То есть, это стало маркетинговым инструментом на рынке? Это не стало маркетинговым инструментом. Это стало просто правилом вхождения в кабинет. Понимаете? А дальше начинаются уже маркетинговые инструменты. То есть, ты дал, ага, я включил уши, у меня так включаются уши, я начинаю слушать, что ты говоришь. Ты начинаешь говорить, что у меня есть вот это, вот это, вот это конкурентное преимущество. Ага. Значит, ты будешь конкурировать со всеми остальными. То есть мне это априори нравится, поскольку я вижу мотивацию впереди. Да, все. А скажите, как достичь эффективности промышленного маркетинга в той ситуации, кстати, то, что я сейчас буду, это будет цитата из ваших публикаций, в той ситуации, в которой решение компании в секторе B2B зачастую интуитивное, а топ-менеджмент крайне слаб в маркетинговых технологиях. Но в ответах на Блиц опрос вы придерживались другой точки зрения. Вот как тут быть с интуитивностью? Я понимаю. Значит, вообще, первое, я категорически против интуитивности в маркетинге вообще. Но тема модная сейчас. Это модная тема, но, вы знаете, у меня есть второе высшее образование, психолог. И вот как психолог я могу сказать, что, значит, вся интуиция, она висит на инстинктах наших. А инстинкты — это то, что нам досталось наследство от наших далеких предков обезьян. А у обезьян нет бизнеса. Поэтому всё. История с интуицией в бизнесе. Очень хочется грустно пошутить, что я как консультант могу утверждать, что есть у обезьян бизнес. Знаю я их. Нет, ну, зачатки определённой бизнеса и есть, например, значит, вот у них есть, например, зачатки проституции, например, у обезьян. Очень доходный бизнес. Значит, да, и вот там с бананчиками разрешается секс, пожалуйста, вот, всё это есть, конечно. Это очень интересная тема, давайте вернемся всё-таки, чтобы мы в этом не то компания. Согласитесь, это всё-таки не то. То есть я категорически против интуиции в бизнесе. Она, к сожалению, не даёт предсказуемо хорошего результата. Она иногда даёт очень хороший результат, случайный. Вот, есть маркетинговые технологии, и в частности я владею этой маркетинговой технологией, которая, кстати, сейчас наконец-то вот уже доходит время, что вот в ближайшее время я её всё-таки запатентую. То есть уже все документы там, вот, и рассматриваются вот в этой самой организации. Вот, есть технологии, которые позволяют рассчитать вот эту прибыль инвестиций в маркетинг. Есть. Надо просто работать с профессионалами. Вот вы меня сами подвели к моему заключительному большому вопросу относительно эффективности. Вот давайте допустим, что вы сейчас, как консультант, пришли на проект в производственную компанию. Вам не нужно уже исполнять шаманские танцы с бубнами для того, чтобы доказать, что вы понимаете, как реализовать проект. И можете вот сейчас подсказать грамотный алгоритм, по которому целесообразно работать, ну, какой-то общий, да, что вы понимаете маркетологу в рамках производственного маркетинга для того, чтобы рассчитать эффективность. То есть те необходимые пункты, которые маркетолог должен реализовать в рамках проекта обязательно. Да, я могу, но, к сожалению, там есть несколько подводных камней, которые, к сожалению, совершенно выходят за рамки этой передачи. Давайте мы их хотя бы озвучим, потому что это принципиально важно сейчас для тех слушателей, которые являются топ-менеджерами. Первое. Работа со вторичной информацией для того, чтобы разобраться с этими двумя рынками и выяснить, где находятся ваши конкурентные преимущества. Раз. Второе. Создание гипотезы комплекса маркетинга, направленной на определенных ваших целевых потребителей. Это тактика? Это тактика. Дальше. Проведение количественных маркетинговых исследований для проверки этой гипотезы комплекса маркетинга и получения ответа на вопрос. Конкретно, сколько купит, если я вам предложу вот это? А это максимальная будет цифра. Потом на основе специфических понижающих коэффициентов рассчитывается минимальная составляющая комплекса маркетинга. То есть при максимальных вложениях какую минимальную чистую прибыль мы можем получить в результате определенных маркетинговых действий. Я не оговорился. Речь идет о чистой прибыли. Вот. И после этого это все согласовывается с руководством. То есть вот он хочет такую чистую прибыль, не хочет. Если не хочет, там есть один сценарий действия. Значит, если хочет, там есть другой сценарий действия. Туда включаются расходы там по всем частям комплекса маркетинга. Это и расходы на рекламную кампанию, это расходы на содержание каналов, сбыта и так далее. Но это расходы на продвижение все-таки в большей степени, а расходы, например, на диверсификацию продукта, на изменение производственной линейки. Это тоже маркетинговые затраты. Да. Там, значит, все, что... Дело в том, что все маркетинговые затраты, кроме рекламы, значит, они идут в постоянные затраты. Вот. Вот надо там просто сесть втроем, не вдвоем. Там надо сесть с генеральным директором, финансовым директором и маркетологом. И вот это все проговаривать, куда, чего идет, для того, чтобы финансовый директор мог представить себе, что такое себестоимость продукции. И тогда, потом он выдает, значит, постоянные издержки, переменные издержки, себестоимость. Маркетолог выдает цену. Маркетолог выдает цену. Вот. И на основании этого метода маржинальной себестоимости, например, мы рассчитываем количество продукции, которые необходимо произвести для того, чтобы получить стандартную чистую прибыль. Нами заложено. Таким образом, маркетолог должен быть вовлечен вот в рамках этого алгоритма в некую систему мотивации в зависимости от финансовых результатов маркетинговой деятельности? Если он не управляет отделом сбыта, нет. А есть ли все-таки отдел сбыта в рамках маркетингового подразделения, как я свято убеждена, и должно быть? Ну, вообще-то, теория маркетинга, она говорит, наоборот, должно быть. Не соглашусь, но это может быть тема другой программы. Вот. Ну, значит, вопрос не в этом. Вопрос всегда заключается в очень простом ответе. Значит, вернее, вопрос всегда очень прост, скажем так. Вот я за это отвечаю, я за это не отвечаю. А я отвечаю только за то, чем управляю. Вот маркетолог управляет сбытом, он отвечает за сбыт. Маркетолог не управляет за сбытом, он отвечает за привлечение. А кто должен решить этот вопрос, управляет он сбытом, вот в вашем алгоритме или нет? Генеральный директор или маркетолог должен грудью кинуться на образуру? Да нет, пожалуйста, маркетолог может кидаться грудью на образуру, но у него это плохо получается. Вы знаете, дело в том, что маркетолог по... вернее, директор по маркетингу, наверное, все-таки не маркетолог. Ну, давайте, мы будем маркетологом назвать маркетинговое подразделение. Да, директор по маркетингу, он все-таки больше аналитик. И заниматься еще сбытом, управлением сбытом, ему не очень удобно. А вот управляющий сбытом, он действительно очень здорово и ловко занимается управлением маркетинговой деятельностью. Это так. Вот, поэтому бросаться на образуру маркетологу я бы не советовал. Вот, хотя есть хорошие примеры, что получается и так. Но в любом случае... Выживает. То есть задача сбытовика у контрапопить привлеченного маркетингом или маркетологом потребителя, конвертируя его в покупателя в реальном. Совершенно верно. Спасибо огромное. У меня закончились... Вернее, даже не так. У меня вопросы не закончились, у нас заканчивается время программы. Буквально вот коротко тоже в двух-трех фразах. Есть что-то, что я не спросила у вас, а это принципиально важно для понимания производственного маркетинга и его эффективности? Есть. Это вопрос о том, что есть конкурентное преимущество на сегодняшний день в промышленном маркетинге. Ну, мы с вами вроде обсудили, что это придуманный, некий придуманный, визуальный и словесный... Это не придуманный, это на B2C придуманный. Так. Это на B2C, можно сказать, наш порошок стирает не просто чисто, а безупречно чисто, и все будут хлопать ушами его покупать. На B2B, особенно в промышленном маркетинге, такая штука не проходит. Потому что там сидят специалисты из закупочной комиссии, которые прекрасно все знают. Ну, то есть конкурентное преимущество в производственном маркетинге, это обязательно рациональное? Оно рациональное, и оно всегда построено на том, что существует конкурентное преимущество в процессе продажи и после продажного обслуживания. То есть мы смещаем акцент с того, что мы продаем, на то, как мы продаем. И это на сегодняшний день является ведущей парадигмой маркетинга. Спасибо огромное. Это будет тема отдельной программы в рамках нашего проекта «Маркетинговая среда». Я хочу поблагодарить вас за интересный разговор, за то, что пришли. В студии у нас был Леонид Иванов, преподаватель, бизнес-консультант, генеральный директор консалтинговой компании «Иванов и партнеры». Побольше вам успешных проектов, Леонид. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...